Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Сейчас мы выполним задание номер 1 на странице 48 в рабочей тетради по окружающему миру. Нам нужно заполнить таблицу. Привести не менее трех примеров в каждом столбце. Давайте посмотрим, что записано в каждом столбце. В первый столбец мы должны будем записать название дикорастущих растений, а во второй столбик растения культурные. Сначала давайте вспомним, какие растения называются дикорастущие, а какие культурными. Когда вы отправляетесь в лес, на луг или на поляну, вы видите растения, которые человек не сажал и за которыми он не ухаживает. Такие растения называются дикорастущими растениями. На клумбе, в саду, в огороде вы видели культурные растения. То есть те растения, которые сажает человек и о которых он заботится. К дикорастущим относятся следующие растения. Клевер, крапива, камыш. К культурным растениям относятся яблоня, слива и вишня. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!